Американский монстр Мы не пьем эти напитки, это ужасно для здоровья Очень полезные Прям спорт, такая силикон, вау-вау Барбершорт, барбер Парикмахер Только благодаря кепке я попал в UFC попал в UFC Я кстати увидел В натуре Отвечаю, давно Видел Слышишь? 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 Ха-ха-ха Американский монстр Это очень полезная вода С соками и с витамином Витамин у нас здесь Содиум Карбонат Витамин B6, B12 100% Ниацин И Либо Флавин Это похоже не витамин А какой-то Чай ужасный Вот Ну и 29 грамм сахара Здесь Аааа Я уже оделся Бейджик Заспрячь мне Не бейджик Не снять, а засунь Потому что его Оторвать надо А ты обратно сдавать будешь? Потому что Потому что Нет Нет Фуля, холодно Там сейчас за горой будет лучше Там будет еще лучше Там еще холоднее будет? Эй Еще холоднее наверное Короче ребят Эээ Едем в Калифорнию Солнечную Из Из Солнечного Лас-Вегаса Очень Очень Короче Холодно Остановились заправиться Я вот одел кофту Даже Быстренько Еду в этих краях Без GPS А уже На вести Девять градусов Ого Девять градусов Да, а ночью будет шесть Это довольно таки С Пежо Так в горах снег Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Слышишь Слышишь Мы встретили нашего старого друга Андрея Андрей Не буду Расскажи просто Андрея в прошлом Очень Крутой Акробат А? Ну в будущем он Акробат Расскажи вкратце Каких то своих вот заслуга сколько я больше десяти лет наверно дал акробатики спортивной акробатики город винница комплекс авангард работал в четверке мужской каким первым среднем первым среднем если то есть первые сверху и раз снизу 2 снизу нижний был первый средний то есть два человека с вами вас третье первой средней трассе с ребятами в принципе спорта достигли высших результатов неслужен и мастера спорта после чего поступила цирк одессы и предложения не хотели бы вы развиваться работали в этом же направлении это в каком возрасте не было 22 по моему этот университет уже закончен да и как раз у меня был я закончил заканчивал где-то да вот и мы еще съездили андрей андрей у нас в институте висел на на доске почета серьезно изначально фотографировал игорь махривик на эти же подрезала ногтем воспитания где кафедра я понял там была фотка где игорь какая студия это было рядом с лимоном файн потом завязано до кумов стула там еще ваня кровь я кстати увидел натуре отвечать давно на гибель все можешь обратиться к мане если он услышал не если ты нас слышишь ваня кролик подпишись выйди на связи мы за тобой соскучали уже на самом деле и даже пытались узнать где ты ну ты где-то бесследно пропал вообще на так что ванёк где-то если будешь наслышать выйдет на связь ищу тебя у вас походу новый проект будет еще у тебя когда мы найдем ваню хоть кого-то на диване просто люди на церкви селе проходят под готов куда в бердичеве в украине самом деле мы были третьим проектом вот цирка где большие как бы групповые номера их сначала был по-моему за потом шоу лова полет и потом мы вот были мы что-то сейчас вообще слышал по поводу акробатики в украине потому что честно было и в прошлое время я точно уверен это была одна из самых сильных школ в мире вообще при я так понимаю когда мы заканчивали даже мы когда уже заканчивали уже немножко в общем сейчас какая была ситуация не хотели всегда были страны сильная сильная школа акробатики россия украина когда уехали некоторые тренера из россии из украины англия америка они начали подтягиваться выравниваться в уровне приблизительно благодаря нашим хорошим специалистам после этого все равно некоторые были разные съезды федерации все комитеты они пытались выровнять всех практически участников неважно откуда ты с порта рико не знаю с зимбабве не знаю отовсюду они пытались уровнять всех под одну скажем планку чтобы приблизительно была одинакова конкуренция чтобы упростить немножко уровень чтобы не делать супер сложные трюки чтобы все были практически в разных условиях в одинаковых условиях то зачем это делать потому что многие всегда ты приезжаешь на соревнования все время в призах одни и те же самые люди и люди ездят и не просто как бы есть конечно уникальные составы хорошие спортсмены но они как бы все равно тяжело это все было его когда мы заканчивали было уже как-то немножко все сложность сложность трюков намного они начали это все делать аргументировать то что это небезопасно что серьезно это сложно что некоторые трюки исполнять нельзя а то есть прям запрещали да это выполнять элементы да ничего не надо начал делать четверное сальто что было по своей сути сложным трюком они стали нет убрать потому что это сложно это может быть и критическим и это убирались то есть мы хотели стремиться к тому что развиваться не стали нет вот правило все нет после чего я приехал последний раз я был вот в год назад зимой приехал внизу и по стечению обстоятельств попал на чемпионат украины отбор на не помнили чемпионат европы лично от мира бельгий я приехал смотрю и как бы ребята как вот смотри наши лучшие ребята работают вот как бы чистенько я говорю да молодцы как бы для юноши нормально взрослые и как бы я не ожидал этого знаешь и просто понимаю что уровень довольно таки упал пошел ну как по факту очень много актропатов идет в цирк последнее время на до расскажи под насколько вот ты попал туда и спустя вот сейчас уже время вот ты понимаешь что ты себе представлял иначе в этой всей индустрии когда мы только вот поехали у нас первый контракт был в любом случае ты у тебя не с чем сравнить ну да у тебя все все классно гостиницы номера а ты приезжаешь каждый раз у тебя момент мы работали у нас был тур арена мы переезжали каждую неделю каждой две недели это где вы проходили первый тур был начинали мы два с половиной года это было северная америка канада и америка вот и когда ты переезжаешь в принципе у тебя такой рок-н-ролл стайл образ жизни ты переезжаешь ты даже только мне распаковывать свои чемоданы но ты работаешь в кайф каждый каждый день каждое шоу тебя новые зрители ты ты свои эмоции даешь питаешься чужими очень вас короче кайф был да после чего мы начали мы поехали европу начинают губа раскатываться нет я бы не сказал или у них или они начинают закатывать в губу да это вот в этот момент да как раз кризис коснулся всех и церкви я не помню точно какой-то погод где-то 12 13 14 когда кризис коснулся всех и когда сокращение в цирке тоже произошли вот они артистов некоторых и шоу выбирали чтобы сделать шоу короче в общем все начало упираться немножко в день если до этого даже было мы приезжали и у нас не там до семи часов если если расстояние было больше 7 часов вы летели самолет между городами когда вы пережали чтобы легче было ну да если если больше было то мы летели самолет и просто даже неважно мы после города заканчиваем приезжаем домой в гостиницу что-то каждый раз был новый дом и и в принципе было приятно когда поначалу у тебя чемоданы заносили прям как и спишь ты пришел помылся лег спать постучались закинули чемодан ты себя спишь дальше начинать начались эти все кризисы и это в первую очередь забрали то есть сам сам чемоданы приноси как бы я и скажу что это сложно это было приятно вот и начали начались просто немножко вот это все все урезать когда ты начинал сколько вы за год делали привязать на шоу ну так я понимаю у нас гарантированное количество шоу было 300 в год вот 300 вот 300 шоу в год это получается каждые два дня нет чаще у нас было вот это не вот 7 до 10 максимум было шоу в неделю среднем среднем было восемь то есть тебя у нас было два выходных и пять дней мы рыч каждый день допустим если так почитай почти каждый день один день выходного подожди потом потом когда я спором закончил это шоу закрылась я переехал меня позвали в орландо дисней где мы работали 10 шоу в неделю за 5 дней 10 шоу набили 10 шоу сколько шоу длится полтора часа полтора часа но разница была в туре шоу у тебя был интермешен то есть был контракт между шоу шоу разделялась на две части тут у тебя одним потоком слушай в в самом шоу есть разница между людьми кто-то больше зарабатывать туда меньше есть главные персонажи какие-то которые заработали реально там прям больше намного во-первых все зависит от того сколько ты работаешь теперь есть люди которые работали с цирком но практически с начала шоу когда шоу открывалась девяносто шестой девяносто восьмой год естественно когда ты работаешь у тебя идет продление контракта если ты тебя все устраивает тебе предлагают какую-то сумму больше чтобы твоя ставка немножко растет зависимости от опыта стажа работы скажем так но я имею ввиду имена я говорю просто как начиная с того что естественно если ты больше работаешь больше находишься в цирке в компании у тебя ставка явно больше причем раньше это ощутимо было с каждым годом у тебя надбавка была ощутима естественно от специфики работы у тебя разные разные ставки я не буду вовляться в подробности кто сколько то что сколько потому что конфиденциально мы не имеем права распространять информацию но да естественно если ты работаешь персонажем клоуном сольные номера ты зарабатываешь больше чем групповые номера вроде акробатов и гнастов давай расскажи где-то сейчас конкретно даешь уж уж что у тебя за шоу и почему ты уехал из америки начну с последнего уехал из америки потому что опять же шоу которая которыми работал ля нуба в орландо как ля нуба ля нуба это вечеринка на каком языке да или или французский наверное возможно французский но это не там не так можно что можно возможно французский потому что большинство окей шло где-то откуда-то из канады наверно да так вот шоу закрылась после 19 лет которая с шоу 19 лет работала нон-стоп диснея в орландо пришло время но опять же как всегда продажи начали падать пытались привлечь меняли и делали совершенствовали модернизировали новые номера бипоев ребята ребят привозили пытались что-то менять но все-таки у нас лет видимо в принципе большинство шоу которая закрывалась цирка работали больше 20 лет и видимо подошло время закрыть и это шоу и в следующем году будет открыто будет открытие нового шоу в этом же театре сейчас театре проходят полностью ремонтные работы потому что понятно все в 19 лет ничего особо не менялась подстраивает сцену уже под новое шоу под проекты которые уже задуманы режиссерами и следующем году уже должна быть пример шоу закрылась церковь пока никаких предложений не поступало на принципе это было ожидаемо редко когда тебя сразу забираю потому что все-таки база артистов кастинги с каждым годом все больше растет поэтому на возрастные спортсмены ты знаешь много очень возрастных спортсменов которые им уже за 50 но и за угол работает да и на самом деле многие ребята благодаря специфике работы держать себя в тонусе правильно питаться заниматься и в принципе как бы ну я я как бы это когда только приехал в цирк я встретил некоторых ребят тоже возрастных и блин ребята как бы все классно вы классно выглядите вы на свой возраст не не выглядите я говорю я знаю почему я догадываюсь почему в тот момент люди посмеялись но как бы я считаю что я был прав потому что у тебя нету бытовой жизни такой который тебе нужно нужно заплатить там нужно что-то куда-то сходить ты себе спокойно переживаешь у тебя хорошие условия жизни гостиницы или апартаменты тебя кормят ты пошел покачался работа делаешь делаешь свою работу что самое главное ты получаешь удовольствие а ты сидишь слава богу меня не было опыта работы какой-то в офисе где ты сидишь и ты просто тебе нужно там эти отчеты я просто понял по университет также тебе нужно курсовые дипломные что-то тебе нужно крутиться у тебя начинает голова работать ну и в принципе это стресс который тебя закипает который тебя в принципе и старит твоей нервной клетки все принципе тут ты работаешь к расскажи вот на твоей истории до самый какой-то жесткий момент но может быть опасный который был в цирке потому как бы там ни было это очень опасно я вижу конкретно в моем когда не в твоем хорошо пусть будет но своем дуны может тоже что происходят ник не у тебя вот может ваша шоу ты же много уже где был много где работал 300 шоу в год кому он дальше ничего не было или только свика лях его не было не были 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 была ситуация по-моему я думаю это многие знают по цирке дю солей во первых я думаю один один из первых парней который с которым которых николаева это сам это самый первый случай который случился это был саня журов вот просто мы с ним тренировались парень с николаева вот и он в один момент мы даже не знали он уехал на форме шансы монреаль момент тренировали русские качели встречи вот и вот он там погиб он как-то качель отогнала я не знаю подробностей качели в каче шоу короче качели потому что это может быть технический момент цирка или не я так понимаю это было его ошибка а вот под цирк знаешь на самом деле сложно чтобы доказать потому что артистам никогда не говорят кибели случае я знаю был случай в но это все равно умалчивается вот ты говоришь многие умалчивается вот лично я не слышал про конкретно про цирк да какие-то трагедии вообще не слышал почему они так скрывают потому что а шоу где люди должны получать самом деле доброси кайф да нельзя говорить что плохое да несколько было случаев один знаю точно в вегасе был шоу к там что с девчонка не знаю на тросе не знают просто оборвался ли что не знаю ли это было ошибка техническая лета чья-то другая ошибка но я знаю что всегда когда что-то происходит вызывает полицию вызывает не знаю федералов и ведет разбирательство то есть это это не то что эта компания пытается прикрыть себя это то есть нанимают и процежают эксперты которые если если это камб ошибка компании это будет сказано что то из-за трепанных залов которые блять сам себе все покупаешь и пытаешься выбиться как-то были за таких залах вырастают чемпионы согласен то есть получается надо такие условия создавать это некоторые виды спорта нужно где-то как-то улучшать условия чтобы чтобы была к это возможно дополнительная мотивация чтобы всегда стремиться не не призах быть а вот на голову выше соперника после после спорта есть жизнь вы не скажу во всех видах спорта но есть жизнь дальше где ты можешь просто себе хорошим бэкграундом делать хорошую хорошую базу для для дальнейших начинаний не спорта вы тебя это дополнительно мотивирует когда ты реально из грязи в князи но но они у всех это получаются из десяти человек там один сейчас просто как бы при тех же условиях просто уже те же дети не идут в зал во первых сейчас меняется насколько я знаю многие дети берут воспитание из европы западную какую-то методику где они могут спорить с тренерами и тренер не имеет права как-то унизить а раньше жопе где раньше блять за трещина тебе летела ты еще на землю не в нее приземлился это уже наверх закидывали ну бля но это делали характер ясок я согласен возможно это не совсем рациональные какие-то методы были но блять в 50 на работе и пряну рабочие да потом подойдет а сейчас даже как бы я считаю что было бы правильно говорить вот и если вы разговариваете с родителями если ты хочешь чтобы то есть твой ребенок выполнил какие-то нормальные достиг высоких результатов будет группа для людей которые заинтересованы развиваться как спортивные и группа здоровья которые ходят чтобы на них не кричали ничего нет это мое мнение что все-таки где-то нужно я не скажу дать за трещину или где-то физическую силу применить но где-то это новые методики воспитания которые утверждают что нельзя ни в коем случае применять силу грубость и унижение но в спорте возможно действительно где-то нужно работать я не скажу где нужно силу применять но где-то и казалось бы ты уже сдаешься у тебя нету сил и дополнительная нагрузка для этого тренера и не нужно грубо говоря да? да Андрюх короче бомба ребята занимайтесь акробатикой да это крутой спорт занимайтесь спортом но акробатика это круто на самом деле если у вас будет база акробатики вы потом решите дальше куда-то идти это очень сильная база там развивается все ну просто сумасшедший спорт на самом деле у нас плакат был не знаю возможно еще есть в зале вот космонавта волков который говорил типа что нужно делать с чего нужно начинать если вы хотите быть каким-то космонавтом или в принципе потому что он по моему у него как это была акробатическая гимнастическая база и его типа фраза что я бы советовал начинать с акробатики развивающую силу силу ловкость и смелость так что вот так вот ребят с нами был Андрей Литвак заслуженный мастер спорта и на самом деле он скромничает но многое сделал для спорта в Украине для акробатики в частности а сейчас продолжает эту работу свою но уже не акробат уже артист уже не акробат уже как артист шоумен и шоумен да и я не знаю честно я в какой-то мере ему завидую вот когда-то занимался акробатикой вот мы в ходе разговора игру почему я бросил акробатику как так случилось ну есть определенная обстоятельства почему я ее бросил вот и финансовые в том числе вот Андрей пошел дальше и сейчас как бы катается по миру и выступает и сегодня мы в Лос-Анджелесе и сегодня мы в Лос-Анджелесе так между делами встретились у нас были земляки из одного города и вот трое из нас в одно время так сошли так звездами нас совпали звезды мы завтра пойдем на пляж мы с тобой договорились купаться сальто делать а кстати ну на пляже вообще нормально вообще без проблем меня подстрахуешь я выход сделаю там покажу все короче выключаем да лайк все заселились короче мы в гостиницу сейчас пойдем посмотрим какой у нас номер вроде бы он должен быть лучше чем в прошлый раз и кстати у нас вот машина мы взяли машину с флоридскими номерами Майами меня назад забирает тянет тянет назад Флорида нас вот идем посмотрим посмотрим что ты говоришь? говорю посмотрим что у нас вышло что новое место очень хочется верить с виду лучше с виду лучше и заплатили мы за эту гостиницу девяносто один доллар за одну ночь ту-ду-ду-ду ту-ду-ду-ду-ду апартаменты не ну это вообще не сравнить со стенкой нормально давай все давай спад ты еще забыл в шестеретный момент ну это все все в шестеретный момент вот все Тебя такая, знаешь, пописательная, знаешь, такая выступительная. Где-то же можно в другом месте это делать, да. Даже вот так вот, столбиком, где-то можно в другом месте. А я думаю, что люди, может, тут где-то им легче себя мотивацию найти, потому что они приходят, они смоют, они, типа, знаешь, им приятно, может. Ну что, подъем, выход делаем на две, и... И потом прыжок, сальто, фляг, рандат и... Не-не-не, сальто, да, фляг не... В смысле? Я фляг не втыщу, я на кистете, блядь, уже больно прыгать. Серьезно, то есть вот так... Сальтишка лучше... Стремненько, да, вот так вот. Жалковато, да? Да. Запись идет, мы, ребят, Санта-Моники, заставили Андрея сегодня, это, прики с нами. Костя подать. Андрей проведет сейчас у меня тренировку, я шучу, ну мы просто тут на снарядах побалуемся. Сколько мне молодость? Может быть сделаем сальто, если получится. Я тоже. Два. 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 По малолетке делал 30 раз на турнике. По малолетке. По... По малолетке. По... По малолетке. По малолетке. Два. 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 Выступили Да, старость не радость Что? Снизу? Не, вот так Снизу, но это совсем уже Дядя, а попробуй Ни хрена себе Ни хрена себе Жесткий-то, а? Да, да Или может еще холодно может Эээ, типа, не-не, он сам по себе Такой прям дубовый какой-то А он видишь из борца Какого-то даже другого взял Дышался? Да, отдышался Я только что пытался сделать сальто В чем пытался? Ты сделал Который я не делал очень-очень много лет Вот Что делал неправильно? Эээээ Ну, распуск Фаза распуска Как открывал? У тебя руки, у тебя это твой рычаг Это твой стоп-кран Если ты их выбрасываешь вперед У тебя остановка полностью и ты можешь прийти просто... Ну, раду неправильно распустил. Да, распустил. Правильно же распустил, но не... Ну что, я теперь, знаешь, это... Ты сломал мой такой барьер этот, опять. Страх. Страх, да. Не то, что прям барьер, страх, я просто еще раз попробовал сделать. Андрей мне помог, подстраховал меня, вот. Надо просто продолжать пробовать делать. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, вот мы позанимались немножко на пляже в Санта-Монике. Такое знаковое место. Очень много здесь знаменитых людей тренируется каждый день. Вот, блин. Давай начнем сначала. Давай. Ребят, вот мы позанимались на пляже в Санта-Монике. Масл Бич. Ну, Масл Бич, на самом деле, Масл Бич немножко дальше, вот. И Андрей сегодня помог мне, опять же, сделать сальту. Преодолеть небольшие страхи. Преодолеть страхи, да. Спасибо тебе, кстати, Андрей, большое. Вот. И было бы прикольно через какое-то время я попробую еще поделать и сделать самостоятельно уже. Вот. Андрей сегодня улетает в Дубай, у него там шоу. Вот. А мы остаемся в LA. Андрей, пару слов ребятам или там девочкам, пацанам, которые занимаются акробатикой, какие-то вот, знаешь, уже… Такой, ты прошел опыт, знаешь, от, можно сказать, акробатики и дальше, то есть, в основном все акробаты идут как бы, ну, не в основном, много. Идут в цирк, можно сказать, в шоу выступают и так далее. Да. Свои пару слов рекомендаций, советов каких-то дружеских и так далее. Ну, всем ребятам, которые смотрят этот канал, занимайтесь спортом, держите себя в форме, физические нагрузки в меру – это, это полезно, это здоровый образ жизни и вы сохраните свою молодость и будете выглядеть как мы на 19,5. Да. Андрею, кстати, 19,5 лет, он вообще не постарел, борода это он специально запустил. Это нарощенное. Нарощенное. Андрюк, спасибо тебе огромное. Это наша Винницкая братва. Ребят, оставайтесь на канале, подписывайтесь и пишите свои умные и неумные комментарии, нам это приятно. Ставьте лайки, дизлайки, колокольчики. До скорых встреч.